Hello! Я очень рада тебя видеть на своём канале, потому что сегодня мы будем болтать про, как по мне, мега интересную штуку. Из следующего фрагмента ты поймёшь, о чём будет это видео. Так что, поехали! Однажды жил один богатый-богатый владелец винодельни, но он понимал, что осталось ему уже не так долго, поэтому последним его желанием было помирить своих внуков. Но те наотрез отказывались. Один увёл второго жену, третий уехал автостопом путешествовать, захватить с собой собаку четвёртый, а пятый вообще сказал, что он больше не пьёт вино. В общем, та ещё семейка была. Но главное, они совершенно не выносили друг друга. Как только видели кого-то издалека, сразу начинали кидаться тарелками и кричать что-то на итальянском. И наш владелец решил, что пока они не помирятся, не видать им наследство. И вот он стал думать, а как сделать так, чтобы наследство они получили, только если они помирятся. Наследство это лежало в сейфе. Первой его идеей было доверить ключ дворецкому, но дворецкий был какой-то мутный. Может, он сам решил заполучить наследство и сбежать потом на бали. Тогда идея номер два. А что, если разделить ключ от сейфа и каждому из наследников дать по кусочку? Тогда, чтобы открыть хранилище с деньгами, им как минимум придётся собраться вместе. Они, возможно, конечно, не помирятся, но как минимум им придётся существовать в одной комнате какое-то время. А это уже прогресс. Но есть одна проблема. А что, если у кого-то из наследников часть ключа украдут? Что в этом плане хорошего? Таким образом, вор не сможет добраться до хранилища, потому что одна маленькая часть ему погода не сделает. Чтобы достать деньги, ему придётся выкрасть каждую часть ключа у каждого из наследников. А это уже намного-намного труднее, чем похитить один большой ключ. План, конечно, хороший, но всё ещё не идеальный. А вдруг кто-то из наследников решит, что не хочу делиться ни с кем. Вообще, если не достанется всё наследство мне, то пусть оно не достанется никому. И вот на такой случай нам тоже нужно предусмотреть вариант. Что будет, если один из наследников откажется давать свою часть ключа, но нам при этом нужно, чтобы все остальные всё ещё смогли вместе открыть сейф. Если же уже два человека откажется отдавать свою часть ключа, то владелец решил, тогда пусть они идут работать, раз уже настолько они не могут подорожиться. Думал владелец и надельник, как это сделать, и в итоге решил пойти смотреть это видео, потому что это именно тот вопрос, на который мы сегодня научимся с тобой отвечать. Но сначала, как это обычно бывает, давай сформулируем задачу в общем виде. Предположим, что у нас есть N сторон и какой-то секрет. И у каждой стороны есть маленькая часть этого секрета. Мы хотим, чтобы любые K и больше сторон, собравшись вместе, могли разгадать этот самый секрет. Но при этом никакие K-1 сторона и меньше, если бы они собрались вместе, они бы вообще не смогли никакой информации получить про исходный секрет. Ну и чтобы понять, как эта задачка решается, давай посмотрим на неё как настоящие математики. Давай рассмотрим изначально, что будет, если мы хотим, чтобы любые два человека, собравшись вместе, у которых есть какая-то информация про наш секрет, могли его разгадать. Вот, предположим, у нас есть эти два человека, и я тебе сразу скажу, что часть секрета — это какая-то точка. Каждый человек знает координаты ровно одной точки. При этом точки разные. А теперь подумай, что же в математике есть такого, что однозначно задаётся двумя точками. Если хочешь, можешь поставить видео на паузу и подумать. Таким свойством обладает прямая. Если у нас есть две точки прямой, то мы можем однозначно провести через эти две точки прямую, и у нас не будет вообще никаких вариантов, как бы мы могли провести её ещё. Но при этом, если мы эту точку удалим, то у нас будет бесконечное количество прямых, которые будут проходить через точку. Кстати, в школе это, вроде, довольно распространённая задачка, что по точкам мы восстанавливаем уравнение прямой, то есть ищем её. И таким образом, если мы представим наш секрет в виде числа, то мы можем поставить точку на оси абсцисс и через эту точку провести прямую. После этого выбрать какое-то произвольное количество точек напрямую и раздать людям. Так что любые два человека, когда они встретятся, и если они обладают этими точками напрямую, они смогут восстановить нашу прямую, тем самым понять, какой изначальный секрет мы загадали. При этом аналогичная ситуация, она уже с тремя точками обстоит с квадратичной функцией. Если мы возьмём эту самую функцию и выберем три различные точки, то мы сможем однозначно её восстановить. Но при этом, если мы выберем всего две, то у нас будет бесконечное количество квадратичных функций, которые будут проходить через эти точки. То есть, получается, два человека уже ничего не смогут сказать по факту про наш секрет. Но при этом три смогут его разгадать. Ну и, возможно, ты уже догадался, что чтобы восстановить многочлены степени три, тебе понадобятся четыре точки. Как ты понимаешь, точек мы можем взять произвольное количество, как мы это сделали напрямую. Например, на квадратичной функции мы можем тоже взять произвольное количество точек, раздать это людям, а потом любые три, которые встретятся, её восстановят. Идея заключается в том, что чтобы восстановить многочлен степени n, нам нужно как минимум n плюс одна точка. Если их будет меньше, чем n плюс одна, то, как ты уже наблюдал, у нас будет бесконечно вообще много вариантов развития событий. Мы не сможем восстановить исходный многочлен. Итак, у нас есть какой-то секрет, и мы переводим его в число. Таким образом, мы выбираем свободный коэффициент нашего многочлена. Как ты понимаешь, если мы сможем восстановить все коэффициенты нашего многочлена, то свободный член мы тоже узнаем, и таким образом восстановим секрет. Это наша первая точка, например, 65. Кстати, числа я выбирала рандомно от 1 до 100 на random.org, который мы затрагивали в одном из предыдущих видео, ссылка будет где-то здесь. Дальше мы определяем количество людей, которые нам понадобятся, чтобы разгадать этот самый секрет. Для простоды возьмем 3. И тем самым мы автоматически получаем степень нашего многочлена. Если не понял почему, очень советую тебя отметать назад еще раз. И нам остается только выбрать коэффициенты нашего многочлена. Это должны быть положительные целые числа. Теперь, когда мы сгенерировали многочлены, все, что нам осталось, это выбрать точки и раздать их доверенным людям. Еще одна важная деталь. Помимо точек, нужно также сообщать еще и степень многочлена. Здесь есть одна очень неприятная деталь. То, что мы используем целочисленную арифметику, на самом деле очень-очень сильно сокращает количество вариантов для оставшихся точек, если злоумышленник получил уже какое-то количество из них. Чтобы это исправить, мы будем жить не в поле вещественных чисел, как мы привыкли, то есть по факту это все числа, которые мы используем, а в каком-нибудь конечном поле. Что для этого нужно? Мы берем какое-то очень большое простое число. При этом это большое простое число должно быть больше и свободного члена, и степени многочлена, и быть простым. И теперь все коэффициенты многочлена, а также все операции мы выполняем по модулю этого простого числа. Здесь я не хочу углубляться в то, почему это настолько сильно спасает, но такой трюк действительно помогает добиться того, что если у злоумышленника всего К минус одна точка, а нужно К точек, чтобы восстановить многочлен, то он не будет обладать вообще никакой информацией про секрет. Эта схема разделения секрета была разработана в 1979 году Адиша Миром, и может показаться, а что еще нужно для счастья. То есть ключ мы разделили, наследникам раздали, теперь им нужно собраться вместе, чтобы получить наследство, но тут есть небольшая загвоздка. Например, если кто-то из внуков решит дать поддельную часть ключа, то есть даст точку, которая не принадлежит нашему графику на самом деле, то мы никак не сможем определить, кто именно дал неправильную точку. И по большому счету мы получим какой-то совершенно другой секрет, что, как ты понимаешь, не есть хорошо. И, к сожалению, у нас нет никакой информации, чтобы понять это. Так что разделение секрета Шамира действительно очень интересная вещь, но не без недостатков. Кстати, помимо этого, Адиша Мир также был одним из разработчиков схемы с открытым ключом RSA. Это еще одна очень интересная вещь, про которую мы с тобой поговорим в следующем видео. Ну а чтобы не пропустить, обязательно подписывайся. Если тебе понравилось это видео, то, пожалуйста, ставь лайк и пиши в комментарии, я буду очень рада. А так я очень надеюсь, что это видео было интересным. Пока!